Всем привет, друзья! Меня часто в комментариях подкалывают, что я своей лазерной указкой чуть ли не сбиваю самолеты ночью. И вот сегодня я хочу вам рассказать прелюбопытнейшую вещь. Оказывается, не только человек может с Земли светить в небо своим лазером, но и с неба на нас тоже могут светить лазером, прямо из космоса. И мы это даже можем увидеть. Сегодня речь пойдет о наблюдениях спутника Калипса. Это орбитальный лазерный лидар. Предназначенный для наблюдения и изучения облаков. Находится он на солнечно-синхронной орбите на высоте порядка 705 километров. А это значит, что увидеть его можно примерно везде. Зондирование Земли он ведет с помощью, ха-ха, зеленого лазера с частотой 20 Гц. Он формирует пятно размером 90 на 370 метров. И если мы окажемся внутри этого пятна, то можем невооруженным глазом увидеть вспышку лазера на ней. И тут главный вопрос, как правильно рассчитать наблюдательную точку, чтобы не промахнуться и оказаться в нужном месте. Наверное, первое и главное условие, это чтобы спутник Калипса летел у нас прямо над головой. Давайте-ка заглянем на наш любимый сайт heavensabuff.com. Не забудьте указать свое местоположение и заходите во вкладку «База данных спутников». В поиске вводим Калипса. В открывшейся табличке смотрим наибольшую высоту. Нас интересует высота не менее 87 градусов. Чем она будет ближе к 90 градусам, тем меньше нам нужно будет куда-то ехать. Единственный подходящий полет у меня в ближайшие дни – это 1 октября. Дальше нам нужно узнать траекторию спутника непосредственно над Землей. И теперь переходим на сайт, где такая информация есть. Прямую ссылку я оставлю прямо в описании. Учитывайте, что сайт показывает информацию только на 10 ближайших дней. Находим приглянувшийся нам пролет 1 октября и смотрим. Ага, вот у меня, например, удобно смотреть в районе города Грязовец. Но прикол в том, что так как лазер бьет под углом 87 градусов, нам нужно находиться чуть восточнее траектории его полета. Рассчитывать этот отступ, скорее всего, придется методом проб и ошибок. Вообще, он зависит от широты. Например, на широте Москвы нужно стоять от траектории восточнее примерно на 1350 метров. У меня в Вологде это расстояние составит порядка 1100 метров. А на полюсе расстояние будет равно нулю. Вообще, более подробно о расчете наблюдательного места написал Владислав Губа на астрофоруме. И ссылку на его пост я тоже оставлю в описании. И вот совсем недавно, в ночь на 18 сентября, у меня как раз состоялся такой очень удобный пролет спутника Калипса. Всего лишь в 20 километрах от Вологды. И мы отправились на наблюдение. В первую половину ночи удалось насладиться шикарным полярным сиянием. И об этом я делал отдельное видео. Примерно за час до пролета Калипса небо занесли облака. Но просветы давали шанс на успех. И мы переместились примерно на 1 километр. Ну что ж, вот мы и на месте. По моим расчетам, примерно вот в этой точке, можно будет увидеть вспышку Калипсы. Сейчас 3 часа 25 минут. И до пролета Калипса остается 20 минут. Сейчас я наведу свой фотоаппарат, на который сейчас ведется съемка, непосредственно в зенит, прямо над головой себя. И буду записывать то, что происходит на небе. Надеюсь, нам повезет. И мы увидим, как спутник лазером посветит прямо на нас. Любопытно, что из этого получится. А главное, сейчас все узнаем. Ожидание вспышки было очень волнительным. А вдруг я накосячил с расчетами? Было очень похоже на ожидание покрытия звезды астероидом под Архангельском. Те же самые чувства. Ну что, друзья, это успех. Калипса был взят с первой попытки. Можно выдохнуть. Я, конечно, чутка ошибся с точкой наблюдательной. Нужно было буквально сотню метров отъехать в сторону, исходя из направления луча. Но в целом, даже здесь, мы смогли его увидеть. И он прекрасно был виден как невооруженным глазом, так и на видео. Но вы все сами прекрасно видели. При этом у нас тут бегали облака. Небо практически затянули облака. Но облака не помешали этим наблюдениям. Есть мнение, что облака даже, наоборот, помогают лучше наблюдать этот лазер. Потому что лазер рассеивается на облаках. В общем, не знаю, что тут сыграло главную роль. Главное то, что мы это смогли увидеть. А на этом, друзья, видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Если хотите поддержать Астра Ченнел, то можете это сделать на Патреоне. Ссылка в описании. А также нажав кнопку спонсировать на Ютубе. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока.